О, прикольная песня. О, Либерж, зашла. Первая, первая, кто зашла, понимаете? Либерж, ты готова к веселому путешествию? Приветики, люберцы. Что, люберцы? Привет. Всем привет, чем занимаетесь? Короче, Либерж, ты утром выходишь рано, а я вечером выхожу. Привет, я тоже козирог. Да, я тоже козирог. Смотрю сейчас выпуски. Впереди камера на полосу. Впереди камера на разметку. Привет, привет. Вот ряху наела? Да нет, вроде бы. Вроде бы нет. Приезжай в Астрахань. Куда едешь? За наушниками едем. Я была в Астраханской области. Где это озеро? Зимой мы были. Впереди, чтобы не тук в экранах. Впереди из Армении. Привет, у вас там, наверное, сейчас классно. Так, зубы идеальные. Блин, ты такая классная, красотка вообще. Зубы у меня стоят ультраниры, поэтому идеальные. Нет, у меня до этого тоже были хорошие зубы, просто, ну, я имею в виду ровные. А так еще стало еще красивее. Впереди из Чебоксар. В Тазахстана. Посмотрела перезагрузку, решила тоже, как у тебя волосы обрезать. Серьезно? Мне, кстати, многие говорят, зачем ты отрезала волосы. Что у тебя такие были классные волосы, но я их очень частенько портила, поэтому отрезала. И сейчас вот они просто шикарные, очень-очень густые. И вред из Тазахстана. Губы красивые очень. Привет из Бердска. Привет. Рада, что ты счастливая. Спасибо. Привет из Пятигорска. Кстати, мы как раз скоро собираемся на Эльбрус. Сама за рулем, да. Собираемся на Эльбрус. Я очень люблю эти места. Пятигорск, Кусловодск, Железноводск, Лермонтов. Из-за прически кажется лицо больше. Ну, может быть, то, что оно пышная прическа, поэтому... Роберт просто сладость. Предыск Королева. Короткие волосы с Ритверка. Ну, слушайте, мы живем один раз, поэтому чего жалеть. Тем более, знаете, как говорят, волосы не зубы вырастут, отрастут, поэтому можно. Единственное, что я решила, я больше не буду краситься. Впереди камера на разметку. Я за всю свою жизнь столько просто перекрасилась. У меня были и красные, и рыжие, и белые, и просто каких только не было, и спрячьими цветными. Поэтому я решила, последний раз, когда была и на перезагрузке, и у мастера, что я не буду трогать свои волосы, если вдруг мне захочется каких-то перемен, то для этого есть парики. И вот сейчас мы с Либерш хотим тоже поехать сделать. Либерш, по-моему, хочет себе афрокосы сделать, а я сделаю, может быть, афролоконы. Может быть, даже цветные, поэтому поменяю прическу. Зачем мне менять? Мне нравится моя прическа. Очень красиво, счастье тебе, Роберт. Спасибо. Спасибо большое вам тоже. Это из Бурятии. Поэтому я решила, больше не буду трогать свои волосы все-таки. Ну, не то чтобы возраст. В общем, хочу, чтобы они у меня были в хорошем. Волосы можно нарастить, согласно, но это чужие волосы, это не ваши. И плюс эти капсулы я до этого очень долгое время наращивала, вот именно после проекта. И поняла, что я больше не хочу. Я просто намучилась с этими капсулами. Но все равно как-то некомфортно. Я поэтому не наращиваю ни ресницы, ногти очень-очень редко, когда только куда-то надо, они у меня короткие. Впереди камера на полосу. Маркомашина. Опять все разрыли. Они что, золото ищут? Вы слышите навигатор или нет? Просто мне тут Гарик Харламб базарит. Не знаю, слышите вы или нет. Сейчас нахожусь в Москве. Пред из Азова. Тебя очень приятно смотреть. Спасибо большое. Мне приятно болтать, разговаривать. Я очень люблю. Я болтушка, поэтому... Молодцы, что не пошли вчера в караоке. Ну да, я тоже так подумала. А голливудское наращивание, это какое? Которое ленточное или маленькие-маленькие капсулы? У тебя красивая улыбка. Спасибо. Слышим, да? Слышите, Гаррика? Да, ну я поняла. Так что... Так что вот так. Собираемся с друзьями на Элибрус. Хотим дня 2-3 прям пожить на 3000-4000 метров над уровнем моря. Прям с палатками, с оборудованием. Сама за рулем. Да, губы супер. Привет из Светлодарска. Привет. Привет из Питера. Что было в караоке? Да, нас не было в караоке. Мы хотели просто туда пойти. И хорошенькая такая, позитивная. Впереди камера на разметку. Вот, хотели туда пойти, но потом решили не ходить. А потом оказалось, что там, короче, был бывший муж. Хорошо, что мы туда не поехали. Вот, потому что Либер дружит с Джозефом, а Джозеф сейчас работает в караоке. Ну, он всегда в каком-то караоке. Сейчас в Дорфмане, например. Сиди за дорогой, а то едешь, болтушка. Ну, я, кстати, вожу... Ну, да, сейчас пока еду по прямой, я хорошо вожу. И, естественно, у меня больше концентрации на дорогу. Привет. Принимают ленту волос. Блин, это, по-моему, тоже ты хвост не сделаешь. Сейчас в Москве или дома? Я сейчас в Москве. Не надо ходить в горы, там опасно. А почему там опасно? Я, например, жила неделю, даже чуть больше, тоже там, в Руси. И, не знаю, с палатками класс, да. И там прям животных очень много. Ну, и плюс в это время открывается источник целебный. То есть там можно не только отдохнуть, но еще как оздоровление. То есть иммунитет поднять. Вот много кто там спрашивал, у меня тоже в директе писал, как поднять иммунитет. Вот как раз-таки этим тоже. Впереди камера на разметку. Как побороть страх ездить за рулем? Ну, у меня тоже был страх, потому что я один раз попала в аварию. Ну, вернее, не я. Я тогда еще вообще не водила. Мне не было прав. За рулем был другой человек. Вот. И очень серьезная была авария. Можете даже там, не знаю, в интернете вести, посмотреть. Там есть фотки. Там вся машина была смята. Я не знаю, как чудом просто как бы все обошлось. Вот. Поэтому у меня был страх. Но страхи, они все у нас в голове, поэтому нужно их просто прорабатывать. И все. И этот страх то же самое. Поэтому я в Москве не могу за рулем. Надо привыкнуть к навигатору, путаясь в развилках. Я вам могу сказать, что у меня, например, топографический кретинизм. Я тоже. Я не ориентируюсь абсолютно нигде. Даже в каких-то местах я могу быть один, два, три, четыре раза. Я не запоминаю. Я езжу только по навигатору. Ну, иногда, конечно, плутаю, но что поделать. По-другому никак. Приезжая к нам в Донбай у нас тоже очень. Ну, вот как раз мне эти места очень сильно нравятся. Поэтому я думаю, что... Ну, вот именно в России, конечно, очень много красивых мест. Я тоже. Где сыночек? Сыночек дома. Он сегодня все свои дела сделал. И там учитал. Покатался. Домашние дела сделал. Сейчас отдыхает. Привет из Одинцова. Привет. Я очень люблю Одинцово. Классный район. Я там очень долгое время прожила. И в декрете, когда была, и после проекта. Марка машины прослушала из-за навигатора. Мерседес. Автомат или механика? Автомат. Мы только с Волгограда приехали. Ой, круто. Там жара, да? Вот мы сейчас как раз-таки поедем, когда в горы. Мы проедем через Волгоград. Я с родными увижусь. А где муж? Он выйдет сегодня на улицу. Какой муж? У меня нет мужа. Приезжай в Испекистан. Кстати, тоже были мысли. У меня там тоже есть знакомые. Блин, было бы время... Опять все разрыли. Они что, золото ищут? Сколько вы ездите за рулем? Четыре года, наверное. Где-то так. Как считаешь, если женщина до 30 еще не родила, не вышла замуж, есть ли у нее шанс стать счастливым? Конечно, есть. Вы что? Дело вообще не в возрасте. Можно и в 40 родить, и выйти замуж. Поэтому это все предубеждение, которое нам навязывает общество, что есть какие-то определенные рамки, во сколько нужно родить, во сколько нужно выйти замуж. Может быть, вообще кто-то не хочет рожать. Может быть, кто-то не хочет семью, кому-то комфортно одному. Ну, то есть, у всех свое, понимаете? Поэтому Эльбрус, честно говоря, бомба. Я с КБР. Ну вот, да. Ку-ку. Ой, Ирен. Привет. Хотим обратно. В Рязань приехали, дочь заболела. Выздоравливайте. Ты куда? Ирен, я еду за наушниками. Я хочу рожать. Ирен вот хочет рожать. У нее трое, она все хочет рожать. Харлам тоже что-то сказать. Рожу, пожалуй, еще. Ну, рожай, почему нет? Предрассудки. Ну да, предрассудки это все. Поэтому живите просто как вам комфортно. И смотрите. Единственное, что у женщины есть в плане возраста, почему говорят, что чем раньше, тем лучше, потому что это здоровье. Ну, то есть, чем женщина моложе, тем у нее крепче здоровье, иммунитет, потому что ребенок все-таки отбирает молодость и здоровье, как ни крути. Но есть ради чего. Поэтому... Ну и плюс еще есть у каждого человека свои физиологические особенности организма. К этому тоже нужно... Почему ты не читаешь мой смс? Я стараюсь все читать, просто еще за рулем. Могу что-то пропускать, быстро сообщения идут. Я была в Казахстане. Да, я была в Павлодаре и в Алматы. Сейчас в каком городе? Сейчас в Москве. Ну вот сейчас скоро поеду в Волгоград и на Эльбрус. Сменила прическу. Да, у меня была перезагрузка. И мне сделали вот волосы покороче. Приспотом после я была еще у мастера, еще чуть-чуть укоротила. Но зато сейчас волосы в очень классном состоянии. Впереди камера на разметку. Они очень хорошие и хорошего качества. Поэтому... Махачкалы, привет. Мы, кстати, в прошлом году были в Махачкале. Когда была в Алматы. В Алмате. Я не знаю, как правильно говорить. Не ругайте меня. Была еще до проекта. Мне было лет... 18, наверное, или 17. Брата, с днем рождения. Всего-всего самого лучшего. Да, у меня сегодня у братишки день рождения. Я, к сожалению, сегодня не в Волгограде с ним. Но, тем не менее, ему 22 года исполнилось. Что с сыном? Почему Саша говорит, что он болеет? Нет, он не болеет. Все хорошо. Странно, что он так говорит. Привет, Ильяна. Привет. Удачи тебе. Спасибо большое. Вам тоже удачи. Какой сериал посмотреть? Слушайте, я вообще не сторонник сериала. Потому что я люблю больше фильмы. Я прям погружаюсь в фильм. И мне важно от начала до конца досмотреть. А сериал, на это нужно выделять очень много времени. И если смотреть сериал, то сразу с первой серии до последней. И сразу все сезоны. Ну вот, я не знаю, какой. Но я в содержанке смотрела из русских сериалов. Мне понравился. Сейчас он тоже идет, не знаю, какой третий сезон. Но я хочу, чтобы они все вышли полностью. Потом уже все посмотреть. Ольга Васильевна проводила. Да, сегодня утром проводили Ольгу Васильевну. Она улетела в Лермонтов. Вот, я так понимаю, что, ну, как бы, они приедут, там, Саша со своей девушкой туда к ним. Поэтому она поехала, там, не знаю, приготовить что-то, подготовиться. Ты довольна своей жизнью? Да, конечно, я очень довольна своей жизнью. Но есть, конечно, что-то, чтобы я хотела приукрасить, добавить, что-то изменить. Но в целом, в целом я счастлива и довольна тем, что у меня есть. Ты похожа на мусульманку. А почему я похожа на мусульманку? Это же вроде как, сказать, вера, религия, это же не национальность. Если бы вы, например, сказали, что я похожа, там, не знаю, на Дагестанку или Чеченку, еще можно было как-то понять. А вот на мусульманку это как? Счастье тебе, ты очень рассудительная. Спасибо большое, вам тоже. Не хотела бы вернуться на Дом-2. Нет, конечно, нет. Это вообще, это не мое, понимаете? То, что было в прошлом, да, я была молодая. А так получилось, что я туда попала. То есть я никогда не смотрела проект. Но прилетела из, не помню, из какой страны, в общем, конкурс красоты был. Приехала к подружке, мы с ней сели смотреть телевизор, понравился мальчик. Я такая, ой, он там, все, я иду туда. Ну, как-то так получилось. Я даже не смотрела, не знала, что за проект, что за участник. Ну, как-то так получилось. Думала на недельку, получилось на 4 года. Что с домом, который Саша строил? Смотря какой, он строил очень много, но в итоге ничего не построено. Тот дом, который мы начинали строить на проекте в Чехове, получается, он при разводе, мы разделили имущество, эта земля в Чехове досталась ему, и он продал ее чуму. Вот. Больше он, в принципе, ничего не строил. В Волгограде там у него как дача была, но там дома тоже никакого нет. Красоточка. Welcome to Georgia. Да, я бы побывала. В Грузии ни разу там не была. Как тебе хорошо с такой длиной волос? Спасибо большое. Ну, знаете, я раньше, раньше, когда еще наращивала волосы, и когда у меня были короткие, потому что я там постоянно то стриглась, то наращивала, мне было дико некомфортно с короткими. Я считала себя некрасивой, хотела быстрее и быстрее опять нарастить. Вот. Но я поняла, что это все-таки зависит от нашей уверенности или неуверенности в себе. Что не важно, какая у тебя длина. То есть у тебя могут быть короткие, могут быть длинные, ты можешь быть вообще лысый. Но если ты будешь чувствовать себя комфортно, и тебе будет нравиться, то есть ты будешь принимать себя такой, какая ты есть, не важно, какая у тебя будет длина, то есть тебя принимать и любить будут также и другие люди. Ты боевая была на длина. Чуев, аферист или строитель? Ой, знаете, это вот про Чуева, это не моя тема. Мне не хочется рассуждать на этот счет. Были, конечно, свои какие-то моменты с этим связаны, но что уж об этом обсуждать, это уже в прошлом. Много воды, и с тех пор тепло. Почему вы с Сашей разошлись? Ну, потому что мы разные люди, мы друг другу абсолютно не подходим. Поняли мы это достаточно поздно. У нас разные взгляды на эту жизнь, разные какие-то приоритеты и ценности, поэтому мы сложно научиться водить машину. Слушайте, нет, не сложно. О чем ты жалеешь своей жизни? Может быть, это будет звучать странно, но я ни о чем не жалею. Потому что наша жизнь, особенно прошлое, это то, что ты уже не изменишь. И нет смысла о чем-то жалеть. Впереди камера на разметку. Это было и было. То есть ты это принимаешь, делаешь уроки над своими ошибками, больше не повторяешь в жизни, и все. Наверное, это более правильно. Хотела бы сменить цвет волос, например, рыжий. Я была рыжая, у меня было очень много разных цветов. Сейчас я приняла решение, что я не буду красить свои волосы, что все, я остановлюсь на этом, иначе у меня никогда не будет хороших, качественных волос. Я буду постоянно вот это вот менять. Зачем? Я поняла, что... Я не знаю, насколько долго мне, конечно, хватит, но пока так. Что за машина у тебя? Мерседес. Сколько тебе лет? Мне 27 лет. Нравится Москва? Нравится. Мне нравится и Москва, мне нравится и Волгоград. Это мой родной город, где я родилась, прожила все свое детство. Вот. Но, наверное, не там, не там я бы не хотела жить в дальнейшем. То есть у меня немножко другие предпочтения. Пока что я еще особо не нашла своего места. Но... Душевное равновесие внутри себя. Остальное все уже вытекающее из этого. Какой любимый парфюм? Я, кстати, очень люблю парфюм. Вот у всех разные там слабости. У кого-то сумочки, у кого-то туфельки. Вот у меня это парфюм и красивое женское нижнее белье. Вот. Поэтому у меня очень много парфюма разного. И, кстати, скажу вам по секрету, я еще об этом не говорила, что я сейчас на стадии разработки своего парфюма. Вот. Но этот процесс очень долгий. Поэтому мы сейчас пробуем, мешаем. Поэтому посмотрим, что получится. Как все получится, я вам расскажу, покажу. Вам понравится. Есть одна такая идея. Интересная. Вот сейчас мы ее воплощаем. Чем занимаешься? Впереди камера на разметку. Сейчас еду за наушниками, общаюсь с вами. В Москве темнеет позже. Ну, знаете, вот тут вообще светало очень рано. Даже вот полтретьего в три уже светало вот в середине лета. Слабость всякие штучки уходывает для лица. У меня, кстати, тоже, я тоже люблю. У меня много всяких скрабов, обертываний, масок, кремов. И, кстати, вот это тоже одно из. О, это самое. Круть, любишь тонкости. Правильно, тоже отпускаю свой цвет волос родной. Пепельно, русы. Да, я с вами согласна. Рано или поздно ты это понимаешь. Ты можешь краситься, можешь что-то менять, а потом переходить. Потому что очень похоже на армянку. Хотя у тебя есть русские корни. Там у меня и армянские корни есть. Армянские, русские, белорусские. Привет, из Паласовки. Ты классная, умничка. Передай привет. Привет. Я из Бурятии. Кто-то по гороскопу. Я козирок. Очень люблю свой знак зодиака. Наверное, как и каждый из вас. Это очень такой сильный знак в плане, что целеустремленный, трудолюбивый, однолюб. Где работаешь? Я уже около шести лет... Опять все разрыли? Они что, золото ищут в левом ряду? Гарик тут побеседовала. Я уже около шести лет занимаюсь сетевым бизнесом. У меня команда, которая работает и которая приносит пассивный доход. Поэтому, если вдруг вам тоже интересно, то у вас тоже есть эта возможность. У меня номер указан в шапке профиля Инстаграм. Можете мне написать, и я вам расскажу. То есть, как можно тоже зарабатывать. Я занимаюсь инвестициями, пою, пишу песни. Вот, сейчас последние два трека, которые вышли «Такая баба» и «На дне». Плюс у нас есть благотворительный фонд, который помогает детишкам с тяжелыми заболеваниями, онкологическими, генетическими. И сейчас я еще в процессе создания двух продуктов, о которых пока что не говорю, но скажу чуть позже, когда все будет готово. Как-то так. Ну, а в соцсети ее фамилия Устиненко с буквой «М» у Джигана тоже Устиненко фамилия. Кстати, вот я про это очень-очень долго думала. Через один километр пятьсот метров съезд поверните направо. Опять все разрыли. Они что, золото ищут в левом ряду? Так, сейчас Гарик замолчал. Я теперь могу говорить, он меня тут периодически перебивает. Не знаю, возможно, вы тоже знаете что-то про это, потому что, ну, типа, как однофамильцы. Получается, девичья фамилия Устиненко. Но, получается, когда там еще в те времена у моих бабушки и дедушки был пожар, и когда им меняли документы, восстанавливали, ошиблись в одной букве. Так, интересно, нам тут поворачивать или нет, потому что я уже не знаю. Ну, я... лучше тебя везти. Ну, я поверну тут тогда. Вот, и при пожаре пострадали документы, они... Через пятьсот метров съезд поверните направо. Через пятьсот, значит, не здесь, да, или здесь? Здесь, наверное. И, в общем, вместо буквы Н написали букву М, то есть не Устиненко, а Устиненко. То есть фамилия, на самом деле, Устиненко. И вот у Джигана как раз-таки тоже у него такая фамилия, там, правда, через пробел, через тире. Поэтому я думаю... Так, я не знаю, тут поворачивать или нет. Гарик некультурный. Ну, есть такое чуть-чуть. Так, нет, наверное, скорее всего, там поворачивать. Ладно, вернем там. Езжай в Бурятию, буду рад. Если у меня будет повод, я обязательно много где побываю. Какая машина? Мерседес. Так вот, поэтому, возможно ли такое, что если люди однофамильцы, то они могут быть родственными? Съезд, поверните направо. Какие у тебя отношения с УВ? У меня нормальные отношения с УВ, я вчера вот как раз-таки об этом рассказывала, потому что мне многие в личку начали писать, что как ты после того, что было. Мы там смотрим сейчас старые эфиры в пабликах, там такое было как-то там, ну, как ты типа простила, там все отпустила обиды. Ну, как бы я тоже была хороша, я тоже там себя... Блин, я вот не знаю, куда. Впереди камера на разметку. Где можно послушать твои песни? Песни можно послушать на всех цифровых площадках. Через один километр пятьсот метров съезд, поверните направо. Можно послушать ВКонтакте, можно послушать в Ютубе, iTunes, Spotify, SoundCloud, в общем, везде. Сынок твой похож на тебя. Старые эфиры, жесть просто. С жиганом родственники, прикольно было. А кто знает, вот возможно, не знаю, чешет, что он ушел с голой жопы, а тебя все, все тебе оставил. Нет, это не правда, я тоже уже отвечала на этот вопрос. Мы как бы жили вместе, вместе работали и совместно нажитое имущество мы просто поделили пополам и все. То есть никто никому ничего не оставлял. Куда едешь? Еду за наушниками, ты точно на повороте. Куда едешь? А, ну я все ответила. Расскажи, пожалуйста, про общение с ОВЭ. Ну вот, и получается, я не вижу смысла, не знаю, держать какие-то обиды, злиться, не общаться. Это бабушка моего сына, да, это ее внук. Они друг друга любят, они общаются. Поэтому, что бы там ни было, я считаю, что сила человека в прощении, в доброте, в любви. И в любом случае, как бы, да, человек пожилой, нужно просто относиться снисходительно. Ну вот как мы это делаем? Например, к детям мы снисходительно относимся, когда они что-то делают, да, там, проказничают. Или, да, так же к пожилым людям. То есть пожилые люди, они как дети. Поэтому ты это понимаешь и просто меняешь свое отношение ко многим ситуациям. То есть вот фразу, которую я, да, услышала, и она мне очень понравилась, что восприятие реальности важнее самой реальности. Поэтому, как вы к этому относитесь, вот это важнее. Чувствую, что ты мама. Ну, кстати, вот чем старше ребенок становится, тем больше я чувствую, что я мама. Как-то до этого, не знаю, почему-то осознание как-то, ну, было немножко, не знаю, я молодая была, и ребенок тоже маленький был. А сейчас как-то, вот мне кажется, когда я стану мамой во второй раз, это будет вообще абсолютно по-другому. Потому что стать мамой в 20 лет, и, например, стать мамой в 30 лет, ну, наверное, у кого есть дети вот именно с такой разницей, они, наверное, понимают, как это. Ты умничка, приятно на тебя смотреть и слушать. Спасибо. Такая ситуация. Первая жена мужа скинула ребенка на меня так много лет, элементы при этом получает, и я сижу с ее ребенком, теперь они не резиновые, девочка меня любит, как быть с бывшей. Но это, наверное, нужно решить с вашим мужем, это же его тоже, в том числе, ребенок. Если ребенок живет с вами, значит, вы не должны платить элементы. Если вы любите ребенка, ребенок привязался и любит вас, то почему бы, ну, пусть он живет с вами, и, мне кажется, ребенок вырастет, потом тоже скажет спасибо за любовь, за заботу, за воспитание. Мне было тебя очень жалко в период, когда ты была с Сашей, и сама такое проходила, ревела вместе с тобой. Ну, вот многие, да, тоже писали, что были в точно такой же ситуации. Ну, главное, это пережить и жить дальше, не зацикливаться на прошлом. Роберту сейчас 7 лет, хочет второго ребенка. Слушайте, увы, наоборот, тебя сейчас хвалят, направятся. Ну, возможно, она тоже изменила отношение ко мне. Я хочу второго ребенка, вот, но, наверное, всему свое время. Нужно не торопить события. Я думаю, что это обязательно будет, потому что я хочу не только второго, но и третьего, и четвертого, может быть. Но это так, в мыслях, как будет, так и будет. Вот, а может быть, и один будет ребенок. Кто знает? Никто не знает, как будет. Хотя, знаете, вот многие рожают, например, даже одного, и говорят, так, все, я больше не хочу, вот один и нормально. Но, конечно, круто, когда у детей есть братья, сестры, все-таки они потом вырастают, друг друга поддерживают, заботятся, это все равно семья. Привет с Абхазии, приветики. Ты классная, пусть у тебя все получится. Спасибо. Тяжелая жизнь была, у тебя тяжелый характер. Слушайте, я не скажу, что у меня тяжелый характер. Но, может быть, тогда, да. Я была молодая, где-то глупая, где-то неопытная. Но это же нормально. Это, знаете, как переходный возраст, мне кажется, то же самое. Живу рядом с тобой в Красноармейском, все тебя там хвалят, считают, ты достойной всего прошла. Спасибо, мне приятно. Я родилась в Красноармейском. Тогда, правда, там ничего не было. То есть, вообще, был пустой район. Сейчас там, я знаю, отстроили все красиво. И торговые центры, и магазины, и парки, площади. Когда я там жила, там был один ларечек, который был во дворе, и то он потом сгорел. Кто за рулем? За рулем я. Знаешь английский, говоришь на нем. Я работала моделью с 16 по 19 лет. Ну, вот именно я работала с 13, но именно с 16 по 19 профессионально, так как летала за границу по контрактам. И у меня по английскому всегда было 5. Но когда я прилетела за границу, мое 5 превратилось просто в ноль. Потому что, конечно, то, что мы изучаем в школе, и что потом на практике, это две разные вещи. Но месяца за два я начала вообще свободно разговаривать на английском, разговорном, естественно. Вот, и потом очень хорошо как бы его знала, разговаривала. Но если у тебя нет практики, ты постепенно забываешь язык. Поэтому сейчас я, да, я могу поговорить, поддержать беседу, но так круто, как я разговаривала раньше, этого нет. Я думаю, что если в любую страну приехать, хочешь ты, не хочешь, ты заговоришь на языке этой страны. Потому что у тебя есть потребности, тебе нужно как-то жить, что-то там спрашивать, покупать в магазинах, куда-то ходить, ну и так далее. Наверное, так. Скажи, пожалуйста, построил ли дом сыну Гобозов? Или так все осталось на словах? Нет, не построил. Вот. Так что... Темнеет уже. Что ты думаешь про Гобозову? Что я думаю... Не знаю. Если говорить честно, то это будет просто... То это не понравится многим, если я скажу честно, что я думаю. Жалко ее, очень жалко. Но не в плане том, что там с ней как-то поступают, не так. Или что там ее предают. Нет, этого всего нет. Через 500 метров съезд. Поверните направо. Это все иллюзия. Ну, то есть это все просто... Впереди камера на разметку. Это мыльный пузырь. Мне жалко ее, потому что у нее есть проблемы. Вот. Да, почему он показывает 500 метров? Когда я сейчас закрою, давай об этом... Вот. В общем, мне ее жалко, потому что у нее есть проблемы, которыми нужно заниматься, нужно проходить лечение и менять свою жизнь пока не поздно. Потому что это губит людей и калечит жизни. Вот. А что ей жалеть? Руки, ноги есть. Нет, я не в этом плане. Жалеть не в том, что у нее что-то не так, и все у нее прекрасно в плане там денег, путешествий, популярности. Просто у нее есть проблемы. Проблемы, на которые, видимо, все равно ее семье, ее друзьям, ее близким. Ну, то есть, возможно, они как раз-таки ей и пользуются, да? Пользуются и зарабатывают на ней. Есть у них выгода какая-то. Все норма у нее. Ну, я просто знаю немножечко больше, потому что я общаюсь с людьми, которые общаются с ней близко тоже. Я знаю, что у нее есть проблемы, очень тяжелые. Но она этим не занимается. Здравствуйте, вы клевая, обожаю вас. Спасибо большое. Звук. А что, не слышно звука? Согласна с тобой, Пробузова. Проблемы с алкоголем? Нет, не только с алкоголем, там еще похуже. Но я думаю, что вы... Ну, об этом даже можно не говорить. Это все видно. Это все видно по поведению, по даже видео, по сторисам, которые... Ну, то есть и люди, которые даже там знакомы с этим, они понимают, о чем идет речь. Какие сейчас мечты у Роберта, чем увлекается? Ну, когда мы были в Волгограде, мы ходили на плавание, там, на борьбу ходили, на английский, на танцы. Сейчас вот, когда пойдем в школу, через месяц уже, вот, то будем сейчас опять тоже отдавать его на кружки. Так что, вот так, привет из Пензы. Ты изменилась на маму, похоже, спасибо. Проблемы с психикой имеешь в виду? Ну, проблемы с психикой, это уже последствия причины. Вот, так что, но я вам могу сказать, что, ну, как бы, я вообще не люблю кого-то обсуждать, но так как вы спрашиваете, я, как бы, просто отвечаю, но я не раскрываю тему, я не буду, там, подробно об этом рассказывать, вот, потому что все-таки это не мое дело. Но я, если я что-то говорю, то есть это не какая-то брехня, и это не неправда, то есть мне нет смысла про кого-то, там, говорить, если это таковым не является. А Илью Григоренко тебе жалко? Ну, тоже жалко, да, но это их выбор, понимаете? Они сами выбрали такую дорогу, такой путь, и жалеть их, они же ведь могут, ну, бывает, конечно, стадия, когда уже человек не понимает, уже не может помочь, но на это есть родные, родственники, друзья. Понимаешь, армянский? Я понимаю армянский, но не разговариваю на нем, так как тоже нет практики. Говоря о других, говоря о себе. Говорю о себе. Вот, поэтому вот так вот. Что с Ильей Григоренко? Я слышала, что он сейчас в каком-то монастыре, он ушел тоже бороться со своими проблемами, и, может быть, даже хорошо, что он ушел именно в монастырь, потому что все-таки вера, и в этом плане ему поможет. Сколько вам лет? Мне 27. С кем общаешься дома 2? Общаюсь с Либерж, с Аленой Вражевской, с Вася Тони Тодерико, Аней Якуниной. Ну, немного с кем, честно, с теми, кто был тогда в наши времена. Как закончился суд с бывшими квартирантами? Не очень хорошо он закончился, потому что у нас не было одной части договора, это акт приема-передачи, то есть был договор официальный, были даже, как бы, видео и фото доказательства, даже видео, где человек признается, что он испортил имущество, но почему-то судью в Белгородской области это не убедило. Как я поняла, что, типа, только официальные бумаги с подписью обеих сторон имеют какой-то юридический вес. Поэтому я отпустила эту ситуацию. Да, неприятно, да, пусть это будет мой опыт, но в любом случае человек, который делает зло, человек, который делает плохие поступки, не то чтобы ему это возвращается, но просто так это тоже не остается. Ну, то есть человек это должен понимать. Как ты относишься к этому миру, так и этот мир потом относится к тебе. Поэтому про Даню Милохину что ты думаешь? А что, я не знаю, что с ним. Вроде бы он, не знаю, там, работает, снимает тиктоки, песни. Что с ним? Если скажете, то тогда пойму. Если я что-то знаю, я могу, как бы, там, ответить, сказать свое мнение. А когда я не знаю, ну, я не буду просто так говорить. Например, про него я ничего не знаю. С Рустамом общаюсь. А, ну да, кстати, с Рустамом общаюсь, только я сильная общаюсь. Вот. Ну, мало с кем, реально мало с кем, и только с теми, кто был тогда. Какую музыку слушает Роберт? Ну, какую? Папсу слушает, то, что дети сейчас любят там. То, что там записывают тиктокеры, блогеры. Заказала наушники в другом городе. Нет в Москве, просто Москва большая. Здесь очень много пробок. И сейчас в такое время в том числе. Поэтому приходится ехать очень долго. Москва большая. Что с Катей Колесниченко? Тоже не знаю, что с ней. Единственное, что я видела, это у нее в Инстаграме, что там она то ли расходится с мужем, то ли что-то такое. Но мне очень жалко слышать такую новость, потому что я всегда за семью. Я всегда за сохранение семьи. И у них, тем более, ребеночек такой прекрасный. С Артемом. А, с Артемом вы общаетесь. Вот видите, вы мне напоминаете, с кем. С кем общаюсь, потому что я не всегда помню, не всегда упомню. Вот. Как-то так. В каком районе живешь? Я живу на юго-западе. У вас Венера? У меня ультраниры. Ультраниры. У меня был случай, когда дала задаток за покупку жилплощади. И были бумаги подписаны обеими сторонами. И они меня обманули и правду не нашли. Нифига себе, как это так? Почему? Алена Вражеская, кстати, с Бузовой очень близко общается. Да, я знаю тоже про это. Ты откуда? Я родилась вообще в Волгограде. Прожила там практически всю свою сознательную жизнь. В Черкасовом нет, мы не общаемся. Мы никогда не были близкими друзьями, поэтому... Роберт дома. Гобозов тоже армянин. Нет, он осетит по национальности. Так что Алибер сегодня сказала, что Артемова плохая и злая. Я не знаю, возможно, это ее мнение. Мы же не можем одинаково относиться к одним и тем же людям, правильно? Она, например, думает так. Я думаю по-другому. Ну, то есть... Алиана, люблю тебя. Осторождены дороги. О, Волгоград. Ну, что, что? Красоточка. Я тоже. Я вот, например, никогда не делаю выводы о человеке, даже если мне о нем говорят плохо, что, например, она вот такая или вот он такой. Ну, то есть я никогда, если я лично с человеком не знакома, или я с ним не пообщалась, или я не знаю ситуации, я никогда не буду складывать мнение об этом человеке только потому, что говорят другие. Далеко ты за наушниками поехала. Да, да, потому что на другом конце города Москва большая, поэтому. Притема высокомерный, думая только о своей выгоде, даже людей обманывать ради этого готова. Я не знаю, о чем идет речь конкретно. В любом случае, вы понимаете, что еще важно? Что человек с разными людьми может раскрываться по-разному тоже. То есть это же все равно, в любом случае, взаимодействие двух людей. Я была в Осетии, я была в Южной Осетии, в Северной Осетии не была, но мне там очень нравится, мне очень нравится на Феогдоне, там просто прекрасно. Что думаешь о Дерябиной? Слушайте, ну, бывает такое, что ты разочаровываешься в людях, и у меня такое тоже бывает. Я к ней хорошо относилась, достаточно, она такая была очень веселая, озорная, с хорошим чувством юмора. Но потом что-то, возможно, в ее жизни произошло, что она немножко поменялась в своем поведении. Ну, плюс начала рекламировать мошенников, что делает до сих пор, мне присылают люди. То есть обманывает людей, делает это в открытую и говорит, что я никому ничего не должна, я так зарабатываю. Ну, естественно, люди, которые обманывают, люди, которые плохо относятся к другим людям, это не моя компания, это не мои близкие друзья, я с такими людьми не хочу никаких дел иметь. Вот. Почему разводится породиная группа? Не знаю, ребят. Знаете, чужая семья потемки. Кто бы что бы ни говорил, ни писал, вы никогда не узнаете правду. Ну, наверное, потому что им стало друг с другом некомфортно, неинтересно, поэтому они и жили. Ну, то есть, если людям друг с другом хорошо, они никогда не разойдутся, поэтому... Что думаешь про развод породиной? Да я не знаю, на что я могу думать. В любом случае, она, как бы я знакома с ней лично, она хороший человек, она добрая, она... у нее очень правильные жизненные позиции, она хорошая мама, у нее двое прекрасных дочерей. Не знаю, это все, что я знаю. Поэтому она... ну, то есть, каждый человек в праве выбирать свою жизнь. Хочет жениться, хочет разводиться. Но когда человек делает какие-то, не знаю, провокационные или плохие вещи, тогда да, можно уже к нему как-то по-другому относиться. А тут, как бы, это ее личная жизнь, это ее семья. Если она считает это правильным, это ее выбор. Не знаю, вам вообще меня видно? Или только когда фонари... Мне кажется, очень темно, меня вообще не видно. Бородина или Бузова, кто вам ближе? Ну, однозначно Бородина. Потому что Бородина за семейные ценности, она ведет приличный образ жизни. И многие ее мысли схожи вот именно с моим пониманием жизни. Мы же всегда... нам всегда нравятся люди, которые мыслят так же, как и мы. Чья точка зрения или мнение о чем-либо совпадает с нашим. И именно так... ну, как, знаете, это... Общие интересы, то же самое. Спасибо за ответы, сегодня самое вы наилучшее. Спасибо вам тоже. Сейчас уходить направо. Прямо сейчас, вот там, где все уходят? Видно. Вовремя ты развелась с Габлодом. Приятно тебя смотреть и слушать. Если честно, мне тоже приятно, что вы так говорите. Я вообще, я говорю, я вот болтушка. Мне очень нравится болтать, такая молодец. Стараешься на все вопросы отвечать. И то, я еще и за рулем, как бы. И стараюсь отвечать. Вот тут меня точно не видно. Кузова на камеру, только божий одуванчик. Ну, не знаю, мне кажется... Я же как бы и с ней тоже знакома, что... Например, по сравнению с Бородиной, она немножечко высокомерная. Я не люблю высокомерных людей. Я не люблю зазвездившихся людей. Я люблю простых, общительных, потому что мы все одинаковые. Вне зависимости от наличия какого-то статуса, денег и так далее. Это все ерунда, это все шелуха, понимаете? То есть это все убрать или у человека забрать, и человек останется вот такой, какой он на самом деле есть. Как бы поэтому... Добрый вечер. С Нифременкова общаешься? Нет, не общаюсь. Ну, мы никогда не общались. Болтай, мы только рады. Приятная компания в твоем лице. Дом сделал Бузовый... Бузовый больно позвал Даву ведущих. Как думаете? Ну, а что? Проект не может позвать другого ведущего? Не знаю, мне кажется, может. Мне кажется, какая-то глупая ситуация. И я здесь больше верю Бородиной, Орловой и Кадоне. Потому что я не думаю, что они будут врать. Так что... Да, Леана, приятно слушать. Ты так хорошо водишь машину. Это откуда вы знаете? Потому что я хорошо веду прямой эфир во время того, как ввожу машину. Нет, потому что ты еще жива. Потому что я еще жива, да. Ты сейчас в Гринвей? Да, я сейчас в Гринвей. Но помимо сетевого, я еще занимаюсь инвестициями. С днем рождения, брата. Спасибо. Ему сегодня исполнилось 22 года. Тоже не одобряю... Не одобряю Давида. Он роман крутит на Доме-2. С кем он роман крутит? Не знаю. Не в курсе этого. В лесе Ладикавказа. Была в прошлом году в Ладикавказе. Ведущих тысяча не взяли именно его. Обидно за нее. А что обидно? Ну, взяли они его. Может быть, он хорош в роли ведущего. Может быть, он может принести какую-то пользу проекту. А почему нет? Почему из-за кого-то не могут брать кого-то? Почему кому-то должно из-за этого быть обидно? Это, знаете, это детский сад. Действительно. Человек должен быть взрослым. И, не знаю, иметь какие-то взрослые, осознанные поступки. А это по-детски, понимаете? Еду за наушниками. Как относишься к миллионерам Гусево-Романец? Слушайте, да я не знаю как. Ну, вот я с гусем, я с ними, с обоими знакома. Ну, не знаю, они, мне кажется, такие сами по себе, тоже со своими странностями. Ну, у меня, мне тоже не близка многие, не близка их позиция жизненная, можно вот так сказать. Ты брокер? Нет, я не брокер. Я просто, ну, то есть я сама на бирже не торгую. То есть я просто инвестирую деньги, я их кладываю. И с помощью этих денег, то есть деньги делают деньги. То есть торгуют другие люди, не я. Артемова известно, что рекламируют лохотроны. Ты с ней общаешься? Я просто не видела или, может быть, не знаю, что она рекламирует лохотроны. Какие именно лохотроны она рекламирует? Какая у вас машина? Мерседес. Мерседес. Пусть перманент пытаются заработать, все деньги мира идут по головам. Но знаете, боже мой, меня вообще просто не видно. Знаете, я считаю, что все деньги мира ты не заработаешь. И в первую очередь должны быть какие-то человеческие качества, а не вот это вот, деньги, деньги, деньги. Потому что должны оставаться какие-то человеческие понятия, отношения с другими людьми. Поэтому мне, например, это тоже не близко. Я не пойду по головам ради денег. Мне люди и отношения с людьми намного дороже, чем деньги. Деньги, знаете, они сегодня есть, завтра их просто нету и все. Ну, то есть, как бы это не какой-то показатель. Блин, где фонари в Москве? Почему они так тускло светят? Кирилюк простила, она родила. Ребят, я простила всех. Я простила всех и ни на кого не держу зла. И Кирилюк в том числе. И Кирилюк я простила. И Ашмарину я тоже простила. Ну, то есть, все, кто мне когда-то сделал больно, я не держу на них зла. У них уже давно своя жизнь. Я думаю, что каждый из них, ну, возможно, каждый, тоже сделал какие-то определенные выводы из тех ситуаций, которые у нас с ними было. Ты супер-пупер. Я супер-пупер, понятно? Умничка. Я супер-пупер. Так, сейчас здесь детство повернуть надо. Расскажи о себе. Боже мой, это мой самый нелюбимый вопрос. Расскажи о себе. О чем я должна рассказывать? Подъем. Я вижу, да. Это должен быть какой-то конкретный вопрос. А вот знаете, когда говорят, расскажи о себе. Знаете, я могу рассказать от рождения. Христа. Либерж, грубо, очень про афинника спросил у нее. Она вся озлобилась. Блин. Ну, знаете, я вам тоже могу сказать, что не бывает людей только хороших или только плохих. Каждый человек может проявляться тоже по-разному. То есть я, например, тоже могу разозлиться. Я тоже могу проявить какое-то где-то, знаете, ну, то есть мы люди, мы же не роботы. Не бывает такое, что мы только хорошие или только плохие. Это просто нереально. То есть у каждого человека есть свои плюсы, минусы. Каждый человек еще и работает над собой на протяжении всей жизни. Кто-то не работает, а кто-то работает над собой. Это же тоже очень влияет. Али, красотка. Так, я остановлюсь где-то здесь, да, наверное, не буду туда заезжать. Ну, да. Либерж беременна? Нет, Либерж не беременна. Но мне бы очень хотелось, чтобы... Здесь трамас. Здесь? А, не проедут здесь? А сейчас вот так. Как раз фонарчик. Ну, ты выходи, а я пока припаркуюсь. Вот. На армянском разговариваешь? Нет, я не разговариваю на армянском. Я понимаю его, но не разговариваю, так как у меня давно не было практики. И поэтому ты забываешь язык частично. Ну, то есть ты можешь понимать, но разговаривать уже достаточно тяжело. Так, сейчас я припаркуюсь. Осторожней за рулем, а я уже приехала. Мне тоже бесит вопрос, расскажи о себе. Но он настолько, я не знаю, мне кажется, он настолько такой обширный, что расскажи о себе, можно рассказать что угодно. Это понятно, но можно как-то по-другому ответить, а не сразу посылать. Не, ну я, например, я не знаю, мы же не можем отвечать за других людей. Я, например, не знаю, я как бы вообще не матерюсь. Вот. Но могу грубо, грубо ответить, если, ну, смотря какая ситуация будет. Если кто-то будет там нападать, да, словесно, или тоже как-то хабалить мне. И то, возможно, я как бы так не отвечу. Не знаю. А может, я отвечу. Мне 27, сыну 7. Если были Владикавказь, значит, были в Северной Осетии. Да. А, это Северная Осетия или Южная? А, да. Получается, я не в Южной была, я в Северной Осетии была. Так, Давид Манукян, Мария Давыдова. С ними роман Саша Гобозов не замечает. Очень жаль. Я так вам могу сказать. Больше ничего не могу сказать, что я вам скажу. Я не думаю, что у Давы роман с кем-то из участников. Мне кажется, что... Не то, чтобы это не его уровень, нет. Просто мне кажется, что у него какие-то другие... Как сказать? Другие... Другое понимание о девушке, которая с ним хочет быть. Но я не думаю, если он там был с Бузовой, что он будет потом с кем-то. Хотя, все возможно. Когда у вас ДРМ? У меня день рождения 31 декабря. Я родилась под Новый год. В Казани не была, но тоже очень хочу побывать. Мне говорят, что там очень красиво, просто невероятно, что отстроили Казань так. Поэтому, возможно, я там побываю когда-нибудь. Вот. Например, мне очень нравится Питер тоже. Там очень красиво, невероятно. Несколько раз была. Поэтому я думаю, что Казань мне тоже понравится. Что про зубы у Давида вы скажешь? Боже мой, ну... Вы ничего поинтереснее не можете задать? Почему я должна вообще думать об этом? Мне это даже не интересно. Ну, правда. Красивые губы. Почему я поменяла именно Алиана? На самом деле... В паспорте у меня написано Алина. Да, действительно так. Но когда я работала моделью, это как раз таки вот когда именно за границу я уезжала. 16 по 19 лет, 3 года работала. И там было очень много моделей Алин. То есть Алина, Алина, Алина. Там на кастингах, на какой-то работе. Вот. И я решила, так, все, надоело. Хочу чем-то отличаться, да. Вот, особенно когда там представляешься, там, майонез Алина. Вот. И я решила просто добавить одну буковку к своему имени. И стала Алиана. Вот. Тогда не было такого имени вообще. Вот. Это сейчас везде оно такое распространенное. Не было тогда вообще такого имени. И я вот как-то отличалась. И все. И потом уже пришла на проект тоже с этим именем. Поэтому. Губы класс, молодец, что не накачанная. Кстати, недавно, вроде, не вроде, недавно обсуждала тоже с подружкой, что есть такие девушки, которые очень часто ходят к косметологу. Во-первых, с раннего возраста, кто-то даже с 17-18 лет. И, ну, даже там кому 30 лет, неважно, что они каждый месяц стабильно ходят к косметологу, подкачивают там, например, скулы, лоб, подбородок, губы, еще и так далее, и так далее. Я, например, я ничего против этого не имею, потому что в каком-то определенном возрасте, возможно, это даже нужно. Но я, например, планирую это делать там, не знаю, ближе к 40, возможно. Но это too much, это много. То есть потом, потом, вы представляете, что превращается лицо? Ну, то есть вот вы каждый месяц ходите к косметологу, каждый месяц себе что-то колете. Оно потом все вот просто вот так вот опухает, и вот просто все вот плывет, просто выплывает. Кто бы что ни говорил, что нет. Все свои блага, материально ты заработала сетевым? Нет, нет. Нет, я изначально зарабатывала, когда работала моделью, потому что я на первые деньги купила себе айфон, купила себе макбук, купила себе кучу новой одежды. Для меня это было вау, просто, ну, представляете, в 16 лет вот это все получить, да, причем заработать самой и купить это. Дальше потом я зарабатывала на проекте, когда я была. После проекта я ушла, я зарабатывала на сетевом, зарабатывала на рекламе, вот. Потом уже после, ну, тоже реклама, потом были мероприятия тоже, которые я проводила, потом я подключила инвестиции, плюс сейчас еще музыкой занимаюсь, и вот сейчас еще свой продукт буду делать, ну, то есть, вот как-то так. У меня всегда так было, знаете, вот как говорят, держи яйца в разных корзинах, то есть, дайте всегда, чтобы была подушка безопасности, не просто одна какая-то работа, и вы работаете, получается, там деньги. И раз, например, работы не стало, все, у вас пропал доход. А, например, если у тебя там, 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 да, то есть, вы можете где-то подстраховывать себя в какие-то определенные моменты. Например, в каком-то бизнесе у вас какой-то промежуток времени кризис. И вот для меня вот так комфортно, я не могу заниматься чем-то одним. Мне интересно, чтобы у меня было несколько источников дохода, и чтобы я получала там, 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 там. Но не все люди могут заниматься одновременно чем-то. Знаете, главное еще, чтобы это не было в какой-то разноброс, потому что есть такие люди, знаете, которые, я и певица, я и актриса, я и телеведущая, я и писательница, я поэтесса, я блогер, я вот, вот это нет. То есть, я, например, вот в моем понимании, да, это что-то связанное с сетевым инвестициями и бизнесом, и что-то связанное с творчеством. Вот у меня два направления, и в них вот есть такие, как, подтемы. Папа мой хорошо, спасибо большое. Все хорошо у него, все прекрасно, сестренки у меня тоже все. Блин, какая ты молодец, ты красавица. Спасибо. Красотка вся естественная, прямо очень приятно на тебя смотреть. Смотрю, сейчас старая эфира, переживала за вас, такая молодец, так повзрослела, реально пошла дальше. Ты все успеваешь за день? Нет. Вот, и меня это так дико, как сказать, напрягает. Я стараюсь от этого уходить, от этого напряжения, потому что я понимаю, что я все не успею. Я понимаю, что я не могу все контролировать, держать под своим контролем. Это как раз-таки синдром невротика, когда мы за все переживаем, у нас какая-то есть тревога в чем-то, мы хотим все контролировать. Нужно просто расслабиться и понять, ну не успеем мы все, понимаете? Даже вот что мы планируем, просто в какой-то момент нужно это отпустить и просто делать то, что ты делаешь в таком темпе, как у тебя это получается, и все. Дедушка тоже хорошо, но вот нужно ему делать операцию, он не хочет никак. Так, в прошлый раз я приезжала в Волгоград, пыталась его говорить, но знаете, уже старенькие бабушки, дедушки наши, они не в какую, то есть они не меняют место жительства, они такие, знаете, как консерваторы, да? Вот, поэтому я переживаю, вот это единственное, за что я прям переживаю. Но сейчас вот я поеду в Волгоград, тоже его смысл эфира. А что, должен быть какой-то смысл? Ну, возможно, бывают какие-то прямые эфиры в каких-то местах, может быть, на какую-то тему. Бывает так, что советуйте книгу по психологии, очень хочется почитать. Смотря, смотря что именно, ведь есть психология семейная, есть личностного роста, есть психология детская, вот, саморазвитие. Ну, просто есть еще такие, такая категория книг, которая такая прям вот узкого направления, тоже по саморазвитию, не все к этому готовы. Например, вот я долго не могла начать читать книгу «Сила момента», потому что я просто не была готова к этому, к восприятию той информации, которая была там. «Семь навыков высокоэффективных людей» тоже для меня было очень тяжело начать. Я тоже не с первого раза, тоже не с первого раза, в общем, читала ее. Либер взяла привык, и с ней все хорошо, почему ты против? Ребят, ну, это же проявляется не сразу, это может проявиться через год, через два, через пять лет, это может отразиться на наших детях, на нашей беременности, это же все-таки все равно ты вгоняешь в себя вот эту вот инфекцию, поэтому ни с кем не спорю, у каждого своя голова на плечах, не пропагандирую, хотя иногда у меня в сторис вы могли видеть ярые такие сторис, да, вот именно против прививки, но я против, я против, я не делаю ребенку прививки никакие, я не делаю прививки себе, вот сейчас в школу нам сказали сделать манту, мы будем делать рентген, мы не будем делать манту, вот, и поэтому я, естественно, соединяю эти, как бы, моменты друг с другом, что у нас поэтому хороший иммунитет. Я вот болела сейчас недавно, четыре дня болела, все, Роберт у меня тоже болел, три дня, все, и это бывает достаточно редко, поэтому я за то, за то, чтобы повышать свой иммунитет, а не за то, чтобы делать прививки, якобы вот спасаясь этими прививками от каких-то болезней, да нифига подобного, если у вас крутой иммунитет, действительно, то ваш организм сам самостоятельно справится с любой болезнью, ну, практически, да, есть такие неизлечимые, которые, к сожалению, не подвластны нашей медицине. Руднев женился, Эдгара помните, Руднев, по-моему, уже развелся даже, Эдгара помню, да, я тоже против прививки от ковида, ну, причем я даже не просто против прививки именно от ковида, а вообще, в принципе, против любых прививок, ну, я не знаю, ну, вот, я вот так вот, это мое мнение, мне 27 лет. Вы занимались БАДами, как прошел бизнес, была ли прибыль? Я занималась не БАДами, это была компания продуктовая с продуктом повседневного спроса, то есть, чем человек пользуется каждый день. Да, конечно, приносила прибыль, сейчас и в другой продуктовой компании она тоже приносит прибыль. Я тоже, как медицинский работник, говорю, нет, вот видите, так, кто-то сейчас что-то писал, как повышаешь иммунитет Робику? Так же, в принципе, как и себе, это стараться питаться правильно, вот, например, сейчас я пью спрайт, это происходит вообще очень-очень редко, вот именно с газировкой, мы не покупаем газировку домой, это бывает очень редко, вот. Ну и жить без вредных привычек, закаляться, плюс, вот, например, сейчас мы идем в горы на Эльбрус, это тоже повышение иммунитета в том числе. Я не лечусь лекарствами, когда я болею, я все это делаю с помощью народных средств, народной медицины, это реально так, то есть, это не миф. Раньше же люди тоже как-то, да, лечились, когда не было каких-то лекарств, вот. А именно лекарства, они как раз-таки понижают иммунитет. Плюс психосоматика, это настолько сильно влияет на наш, реально, организм и на наш иммунитет. Психосоматика, да, как бы это ни звучало смешно и банально, то есть, как ты себя чувствуешь, как ты воспринимаешь себя, если ты считаешь себя здоровым человеком, неподвластным вот этому всему, даже когда у тебя болит голова, ты можешь просто самостоятельно избавиться от головной боли. И у меня также тоже это происходит. Расскажите кратко про Эльбрус. Я обожаю Эльбрус, это мое самое любимое место, наверное, из всех, ну, практически. Я очень люблю Джилсу, возможно, кто-то из вас слышал. Там подъезд, это Кабардино-Балкария, получается, уже. Подъезд либо с Кисловодска, либо с Нальчика. Я там была много раз, и один раз мы даже там жили больше недели в диких условиях на 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Там в августе открывается целебный источник. И первый раз я туда попала, когда мы поехали вместе с мамой. Вот, вы знаете, что мы боролись с очень тяжелой, неизлечимой болезнью. И мы поехали туда, мы жили там, получается, мы больше недели мы там жили. То есть там были нарзанные ванны, там была ходьба. То есть мы, это все было на свежем воздухе, мы там питались правильно, пили вот этот целебный источник, который открывается один раз в году в августе. И знаете, почему вообще мы туда поехали? Мы услышали историю одного человека, который, в общем, он заболел раком. У него был рак желудка. И он, ну, то есть ему прописали там химиотерапию, облучение. Он отказался, хотя семья его была за это. Возможно, вы даже знаете эту историю, кто-то из вас знает. И он сказал, все, никакой химиотерапии, никакого лечения, я не хочу тратить на эти деньги, на эти деньги, я все равно умру. Поэтому он оставил всех своих родных и ушел просто пешком туда, в горы, в Джилсу. Вот, он там долго шел, питался там, не знаю, ягодами, травками, и все, что там было по пути. В итоге он пришел туда. Ну, вот ему сказали, у тебя максимум это два месяца. То есть два месяца, и как бы ты умрешь. И проходит месяц, проходит два, проходит три, проходит полгода. Он все не умирает и не умирает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok